Друзей не выбирают. Видимо, таким образом Менчанин пытается объяснить матери, почему его товарищ уже второй раз крадет семейные драгоценности. Сыщики партизанского района задержали 26-летнего жителя столицы, который похитил ювелирные украшения, будучи в гостях. Примечательно то, что это уже вторая кража тех же самых украшений. Полгода назад мужчина освободился из мест лишения свободы за то, что обворовал квартиру друга. Тогда украденные драгоценности сотрудники уголовного розыска нашли в ломбарде. Владимир Королев узнал, почему семейная реликвия не дает покоя задержанному. Золотые цепочки и крестики – то же количество с того же места. В общем, никакой оригинальности. В это сложно поверить, но 26-летний Менчанин уже второй раз попадается за одно и то же ограбление. Когда сыщики узнали от потерпевшей, что эти самые украшения уже похищали и закладывали в ломбард, предположение – тут же пали на друга сына. Не поверив такому сходству, милиционеры решили поговорить с другом семьи. И каково было их удивление, что во второй раз этот человек оказался причастен к краже семейных драгоценностей. Сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан 26-летний Менчанин, который подозревается в совершении кражи ювелирных изделий, принадлежащих маме своего друга. Примечательно то, что молодой человек в апреле нынешнего года освободился из мест лишения свободы за совершение кражи этих же ювелирных изделий. Освободившись из мест лишения свободы, мужчина продолжил дружбу со своим старым приятелем, которого обокрал. Сам подозреваемый признает, что украл драгоценности, впрочем, виновным считают не только себя. Со слов задержанного совершить преступление повторно его подтолкнула доступность ювелирных изделий. В настоящий момент сотрудники милиции изъяли их из ломбарда и вернули хозяйке. Следователь возбудили уголовное дело в отношении задержанного за кражу, совершенную повторно, Менчанину грозит до четырех лет лишения свободы. А вот сохранится ли дружба у парней на этот раз, покажет время. Владимир Королев и Владимир Тиханович. Зона Х. Минск.